План по VFX на 2024 год следующий. Сначала вы делаете практическое задание, которое я показывала на прошлой лекции. Оно касательно партиклов. Проделывав его, вы получаете плюсик, показываете свои работы также на практике. После практического первого задания у нас следующая лабораторная касается также партиклов, посвященная снежному шару. То есть мы будем в течение курса VFX делать разного рода эффекты. Эти эффекты мы создаем в программе Autodesk Maya. Поэтому для тем, кто не работал ранее в Maya, я буду объяснять это все подробно. То есть, повторяя за мной на лекциях, у вас также получится сделать самостоятельную работу. Также на лекциях я показываю работу студентов с прошлого года. Так, запись идет, микрофон включен. То есть первая работа на баллы, она у вас будет на тему симуляции частиц снега на примере снежного шара. Сегодня мы это будем проходить на лекции. Вторая работа, она у вас будет посвящена исчезновению, то есть рассеиванию. Там мы будем делать рассеивание текста, его рендерить не нужно, и рассеивание объекта. Эти работы я сейчас могу вам также продемонстрировать как примеры, чтобы у вас уже было понимание примерно, что мы будем делать. По снежному шару получится вот такой небольшой ролик. То есть каждую работу на VFX мы будем рендерить. Это то есть, чтобы у вас получалось сделать не только эффект, но финальное видео с этим эффектом. Это означает, что в каждой работе мы будем, помимо того, что будем работать с эффектами, мы будем настраивать освещение, выставлять камеры, делать небольшие анимации. Это все я буду показывать в течение лекции. И также вы будете рендерить секвенцию, и из нее потом собирать видео. То есть это нужно для того, чтобы у вас получилась красивая визуализация данного эффекта. Соответственно, сноуглоб первая работа, и рассеивание объекта – это вторая ваша работа. То есть почему мы рендерим? Потому что когда мы работаем в Maya, настраиваем эффект, сам по себе он выглядит непрезентабельно. И настраивая освещение и настраивая симуляцию, получая готовое видео, вы тем самым собираете в течение курса небольшое портфолио, которое вы можете где-нибудь публиковать на YouTube-канале у себя, в Instagram и так далее. То есть, в принципе, чтобы курс проходил не только теоретически, но и у вас практически получилось освоить навыки не только VFX, но и того же самого освещения, рендера, композиции и так далее. Все, что необходимо, чтобы у вас была закончена работа. Вот еще пример рассеивания объекта. Как вы видите, все работы разные, и то, насколько вы уделяете внимание предмету, будет также отображаться в ваших работах. То есть вы можете просто повторить работу, а вы можете сделать креативно. То есть выбрать какой-то свой предмет, по-другому настроить свет, вот, например, взять какие-то свои интересные цвета, наложить музыку. То есть как создавать эффект мы проходим на лекциях, а уже визуальная составляющая, с каким креативным подходом вы подходите к выполнению задания, уже зависит от вас. Так, касательно баллов, по большей части все работы будут весить по 6 баллов. Те работы, которые не нужно рендерить, они весят незначительное количество баллов, но на них вы, например, просто делаете эффект без каких-либо дополнительных действий. И у нас получается, вы по ним скидываете только запись экрана. Это касается порталов, исчезновения текста. Дальше мы будем делать также еще работу с флюидами, называется Magical Smoke. Будем делать портал Таноса. Сейчас тоже покажу пример. То есть мы также научимся делать такого рода эффекты. Музыку добавлять, это на ваше усмотрение. Также мы будем делать на второй аттестации симуляции взрывов. Мы будем работать над совмещением реальной съемки и визуальных эффектов. На примере работы по Торнадо. То есть Торнадо, сейчас могу показать вам пример. То есть мы отсняли какой-то материал и наложили на него визуальные эффекты. На Торнадо идет у нас больше времени. Мы посвящаем эту вторую аттестацию. И здесь у нас три недели идет на это задание. Оно состоит из трех этапов. Два из них оцениваются. Когда мы просто создали эффект. А второе, когда мы его уже совместили и отрендерили. То есть сделали композитинг с реальной съемкой и визуальным эффектом. Дальше после этого где-то на 14 неделе мы будем изучать разбиение объектов и тоже рендерить. Покажу несколько работ. Это все было сделано на мае и также отрендерено. Звуковые эффекты уже добавляйте самостоятельно. Так, здесь был еще какой-то ролик, посвященный. То есть задание одно, какие объекты уже вы в самой работе используете, уже зависит от вашего вкуса, креатива, интересов. Так, это касательно разбиения. Дальше будет эффект работы с тканями, то есть это симуляция тканей, физика тканей. Сейчас тоже покажу пример из этой серии. То есть небольшие ролики, они по сути также еще относятся к моушн-графике по большей части. Но на VFX мы именно рассматриваем это с точки зрения, как вообще создавать подобного рода ролики. То есть как симулировать ткани, как работать с партиклами. А применение, оно уже идет в разных сферах. Как в кинематографе, так и в моушн-графике. Те, кто проходит фильммейкинг, вы можете совмещать, получается, работы по фильммейкингу и по VFX. Особенно касается финального проекта. То есть финальный проект, я также буду показывать примеры работ на следующих проекциях, уже ближе к final. Там задача сделать проект, совмещенный реальную съемку с эффектами, которые мы проходили. Но нужно будет сделать их не так, как на лабораторной мы их повторяем, а совместить несколько эффектов. Например, сделать какой-то небольшой сюжет, в котором, например, человек это аватар, и он управляет стихией землей, водой, воздухом. И показывая в видео эффекты, которые вы симулировали, это и будет вашим проектом на final. То есть там вы также делаете ролик. Те, кто проходит фильммейкинг, вы можете добавить туда анимации, например, какой-то сюжет, пусть это будет небольшая реклама на 15-30 секунд. И таким образом у вас получится проект и на VFX, и на фильммейкинг. У меня сейчас, по-моему, был где-то пример хорошей работы, которая может помочь вам понять, о чем я говорю. Так, сейчас. Ну вот, например, симуляция воды для рекламы Nivea. Ну, хотя нет, это не совсем хорошая работа, но тоже, по-моему, это на лабу. Так, сейчас, секунду. Ну, это тоже пример совмещения реальной съемки с визуальными эффектами. Ну, это не связанное с фильммейкингом, поэтому я, скорее всего, уже ближе к экзамену. Найду хорошие примеры. Сейчас сложно. На разбиение тоже вот пример. То есть эффект один, а предметы могут быть разные у вас. Это может быть стена, например, или лампочка. Так, и о чем я еще не сказала, это вот water advertisement. То есть по воде тоже можно как раз-таки создавать небольшие рекламки, как вот мы видели с Nivea, и симулировать воду. Есть еще один прикольный пример работы, тоже связанный с водой. И вот еще по water simulation. То есть сложность этого курса состоит в том, что вам, помимо того, что нужно создавать эффекты, нужно будет еще ставить их на рендер. А рендер иногда занимает одной картинке где-то минут 15-20, в зависимости от того, какие настройки стоят, качество. И, соответственно, все ролики у нас длятся, например, по 5 секунд. 5 секунд – это 24 кадра в одной секунде. Это где-то, ну, с математикой у меня не совсем хорошо. Ну, то есть около 500 кадров вам нужно будет ставить на рендер. И, соответственно, это может рендерить всю ночь, например, секвенцию картинок. И это нужно делать в каждой лабораторной работе. Также вы можете ставить на рендер в 280 кабинете. Там тоже есть Maya. Но нужно там где-то стикерочек оставлять, чтобы не выключали этот компьютер. Потому что если выключить, то рендер, конечно, не будет происходить. Так, про рендер я буду рассказывать почти в каждой лабораторной работе до каждой лекции. Как настраивать освещение я тоже буду показывать. И как создавать, соответственно, сами эффекты тоже. И сегодня мы как раз-таки начинаем с того, что мы уже будем делать эффект снежного шара. Так, приступим с того, что для каждой работы вы можете смотреть референсы. Обычно я ищу референсы. Референсы можно искать на Пинтересте, можно смотреть в ArtStation. Я на прошлых лекциях показывала, также есть сайт ArtStation, где художники, VFX-артисты, 3D-моделеры, дженералисты, все, кто занимается в индустрии CG, они публикуют свои работы и портфолио. Также здесь можно находить работу, есть вакансии, есть магазины и так далее. Здесь вы тоже можете создать себе страничку и публиковать ваши работы с курса, тем самым набивая себе портфолио. И здесь можно поставить фильтр VFX и посмотреть, какие работы делаются. Ну, здесь, конечно, супер качество, связанное с киноиндустрией, с разработкой игр. Но есть еще, по-моему, здесь такой фильтр, где можно поставить не выбранные работы, а работы обычных людей. А, вот здесь есть Latest. Например, отметив Latest, мы видим, что тут работы уже совсем разного уровня. И можно тоже полазить, посмотреть, вдохновиться. Также у меня есть подборка на Pinterest, посвященная снежным шарам. На примере снежного шара мы изучим, как создавать снег и как работать с партиклами и влиять на них определенными филдами, чтобы они, например, колыхались. Здесь на Pinterest можно посмотреть разные композиции, как это можно оформить визуально. То есть можно добавлять фоны, можно добавлять разного цвета освещения. То есть здесь можно посмотреть вообще, как это визуально можно собрать. Какой здесь есть фон, какие объекты. Второй этап. После того, как примерно определитесь с концепцией, какую вы хотите достигнуть, нам нужно найти модели для того, чтобы они находились у нас вот в этой симуляции. Модели обычно я скачиваю со Sketchfab. На Sketchfab можно найти много бесплатных моделей, которые можно использовать в своих проектах. Но вам нужно для этого быть зарегистрированным. И здесь, соответственно, можно искать Snowglobe. И отметить Downloadable. После отметки Downloadable у вас выходят разные композиции со снежными шарами. В прошлом году мы работали вот с этим шариком. В этом году можно попробовать взять какой-то другой объект. Вы также можете сделать какое-то совместное. Например, снежный шар скачать из одного проекта. А внутреннее наполнение, например, найти потом отдельно. Например, мы просто используем их в композициях. Самим создать можете. Можно тоже в Maya, если вы до этого работали, например, в Blender. Вы можете там создать модельки и экспортнуть это в Maya. Но самое главное, чтобы у вас еще также были эти модельки с текстурами, чтобы это все на конечном видео смотрелось законченным. Можно... Но в оценку, в принципе, если вы сами создадите модель, это не сильно влияет. На оценку больше влияет на финальное качество вашего ролика, то есть чтобы он смотрелся законченным, чтобы сам эффект был красиво выполнен, со всеми необходимыми атрибутами. Так, но это будет плюсом, если вы, например, так же будете практиковать моделирование в процессе работ. То есть тут уже так же смотрите на свое время. Так, можно, например, какой-нибудь домик, либо статую его отдельно. Либо можно, вот как я до этого искала, скачать уже готовый сноуглоб. Этот сайт я также сейчас скину в телеграм-группу, чтобы у вас не потерялась ссылка, и вы могли скачивать оттуда модели. Еще один сайт, откуда можно брать 3D-модели, это TurboSquid. Но здесь по большей части платные модели, и еще они также идут не только под Maya, но и в 3D Maxx, и в Blender. Там можно тоже поискать. Старайтесь обходиться бесплатными ассетами, то есть не тратьте на это свои личные средства. Но тут можно тоже скачать разного рода объектики. Некоторые даже повторяются, то есть и в Sketchfab, и на TurboSquid. Так, здесь ставим Downloadable, и я сейчас уже скачаю какую-нибудь композицию, на примере которой я буду показывать, как работать с партиклами. Так, ну вот эта модель, она платная, то есть платных моделей избегаем. Так, ну вот пример. Хотя, в принципе, можно и эту использовать. Тут как раз-таки покажу, как можно сократить количество полигонов в зависимости от модели. Смотрите, мы будем работать над эффектами, и если использовать еще в своей работе высокодетализированные модельки, у которых большая плотная сетка, то, в принципе, производительность компьютера может просесть и будет сложно работать. Поэтому также покажу еще, как можно оптимизировать готовые модели, чтобы это дело двигалось быстрее. Когда я говорю про сетку, я имею в виду полигоны, из которых состоит модель. Если переключиться здесь в режим Wireframe, то можно увидеть здесь большое количество треугольников. То есть на одну модель идет около 110 тысяч треугольников, и это все будет, конечно, немного тормозить систему, поэтому я покажу сейчас, как это можно будет оптимизировать. Так, дальше, например, вы выбрали модельку. Почему она такая высокодетализированная? Потому что это сканированная моделька и текстуры, поэтому они выглядят достаточно реалистично, потому что текстуры идут также в результате сканирования, они создаются и используются. Так, скачиваем модель. Для работы в Maya мы будем использовать универсальный формат FBX. То есть сейчас в индустрии, связанной с компьютерной графикой, есть единые форматы, которые позволяют вам переходить из одной программы в другую программу, то есть делать экспорт и импорт. Такие форматы называются FBX, OBJ, GLB. Но, например, в Maya, чтобы импортировать GLB-модель, нужно будет устанавливать плагин сторонний. Поэтому мы будем в своих работах использовать FBX и OBJ. То есть, найдя где-то модельку с этим разрешением, вы спокойно можете ее импортировать в Maya. Я сейчас покажу, как это делается. Если здесь на Sketchfab понравившаяся вам модель в блендере, то вам можно будет скачать ее, установить в блендер и экспортировать из блендера модельку в FBX. Вообще, будет круто, если вы будете сразу находить модельки в формате FBX. Тогда меньше действий с экспортом и импортом. Вообще, в принципе, в больших людях бывает такое, что каждый художник, CG-дженералист, он работает в своей какой-то программе. То есть, некоторые работают в 3D Max, некоторые работают на Maya, некоторые работают на блендере. Но конечный результат их работы, он экспортируется в FBX и переносится, например, куда-либо. Если они работают над игрой, это переносится в Unity, либо в Unreal Engine, смотря какой движок используется в пайплайне. Если это, например, мультфильм, через FBX формат можно тоже переносить все вот эти модельки уже в финальную сцену. Например, она может быть в блендере, она может быть в Maya, она может быть в 3D Max или даже в Cinema 4D. То есть, в принципе, сейчас софт не так важен, а важны именно навыки работы, понимание, как это создается. То есть, 3D модели создаются по одинаковому принципу, что в 3D Max, что в Maya. Отличия только и в интерфейсе, и в названии тулов. А процесс схожий, например. Так же и в визуальных эффектах. Процесс создания визуальных эффектов, он схожий, что и в 3D Max, что в Unity. Единственное, что визуальные эффекты нельзя экспортировать как таковые. Мы их можем только отрендерить, чтобы у нас получилось конечное видео. Если вы работаете, например, в геймдев индустрии, по аналогии работы с партиклами, вы там разберетесь уже самостоятельно в Unity. То есть, в Unity своя система партиклов, и у этих партиклов также есть эмиттер, также есть дайнамик пропертиз. То есть, они просто в некоторые моменты называются по-разному, но принцип работы с ними такой же. Так, скачивается, конечно, все это долго. Сейчас попробую подключить другой Wi-Fi. То есть, из процесса работы над снежным шаром нам нужен сам снежный шар. После того, как мы создадим сцену в мае, сейчас все это импортируем, мы сможем уже начать работать над эффектом. Да, так гораздо быстрее. В процессе работы над вашими лабораторами у нас будут дедлайны. То есть, например, мы на лекции проходим этот эффект, вам дается неделя на то, чтобы это сделать, и принимаем через Teams задания и на практиках. Также вы показываете, как вы это сделали, отвечаете на вопросы, если они возникнут у Дмитрия. Практики вам будет вести Дмитрий. Если у вас, например, что-то не получается, вы можете задавать вопросы на практиках. Спасибо. 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 А, у меня он уже есть скачанный, поэтому, в принципе, можем остановить этот процесс и уже перейти в мае. То есть, вы регистрируете, скачиваете модель, и дальше мы приступаем к импорту. Так, запустим Autodesk Maya. Те, кто только присоединился, вы можете по студенческой лицензии, которую скидывали в общий чат, пройти и зарегистрировать студенческую лицензию. То есть, используя этот сайт, вы можете там зарегистрироваться, зарегистрироваться, используя официальную КБТУшную почту, подтверждающую документы, где обязательно указано, что это вы, ваша фамилия, имя, обязательно, чтобы там было КБТУ. Вообще, делали, как прикрепляли Теннерскрипт и прикрепляли свой ID-шник, как в качестве подтверждающих документов. После этого, после того, как вы зарегистрируетесь, вам придет подтверждение на вашу КБТУшную почту, там мониторите. Как только оно пришло, вы можете скачать уже Майя и использовать студенческую лицензию. Если не получится, вы можете также обратиться на практиках, чтобы вам помогли ее активировать. После того, как вы установили Майя, для тех, кто еще не выполнил, делайте обязательно первое практическое задание. Здесь подробно про интерфейс рассказывается и про систему партиклов. И после этого вы уже можете приступать к созданию работы над снежным шаром. Сейчас мы видим интерфейс Майя, в котором мы будем работать на протяжении всего курса. Здесь, получается, у нас есть вьюпорт. Через альт-левую кнопку мыши можно ориентироваться. Сейчас я сохраню сразу сцену, для того, чтобы в процессе работы у меня Майя не вылетела. Бывает иногда, что вылетает в процессе... Ладно, пусть будет пока так. Называем файл. И все, можно работать. Сюда мне нужно импортировать наши скачанные модели. Когда мы скачем со Sketchfab, есть две папки. Есть папка Source, где у нас FBX, и есть папка TXTUR. Папку TXTUR желательно хранить, где у нас потом будет работа по VFX. Новая папка. То есть папку с текстурами лучше хранить возле файла Майя, потому что Майя хранит только ссылки до файлов, но не сами текстуры внутри. Поэтому, если вы будете переносить куда-то файл, текстуры потом на новом месте уже не откроются, потому что нужно, чтобы они переносились вместе, и пути нужно будет потом переназначать до этих файлов. И сюда я также сейчас симпортирую FBX файл. В Майя можно просто драгон-дропом перекинуть любую модельку в сцену. То есть находим, где у нас FBX файл и перетаскиваем. Ждем, пока сейчас заимпортятся все объекты. Следующий способ, как можно это сделать, можно сделать через файл импорт. Субтитры создавал DimaTorzok чем больше полигонов в самой модельке, тем дольше она импортируется, потому что это все просчитывается. И сейчас у нас здесь откроется моделька. Так, все закончилось, она открылась. Бывает такое, что скейл может быть очень большим, больше, чем наш грид. И сейчас нам надо разобраться, что мы здесь получили, какие файлы. У нас есть здесь основание, есть стекло, есть dirgroup и есть партиклы. Партиклы, они здесь сконвертированы в объекты, поэтому я сейчас их все выделю и удалю. И они здесь анимированы. Если я сейчас через Ctrl-H скрою снежный шар, то мы видим, партиклы выглядят так. И они здесь, получается, за бейкины, заанимированы. То есть, по сути, это просто анимация, и частицы здесь сконвертированы в полигоны. Если, конечно, вы хотите, можно экспортировать визуальные эффекты как полигоны, и потом применять их где-то уже в игровых движках. Но тогда они будут, получается, должны быть за бейкины. То есть, анимация и симуляция, она будет уже на самих объектах запечена. Так, вот эти все, получается, партиклы. Я сейчас удалю со сцены, потому что они мне здесь не нужны. Мы будем создавать свой снег. Так, отмечаю первые, последние через Shift. Таким образом, я выделяю сразу все эти партиклы и удаляю. Спасибо. Спасибо. Так, у нас получается осталась только моделька оленей, моделька земли и моделька вот этого снежного шара. Так, смотрите, для работы над эффектом нам сейчас сначала нужна вот эта часть и верхняя часть. А то, что внутри, я пока скрою через Ctrl-H. Нажав Ctrl-H, мы скрываем объекты из сцены. Если вы хотите их обратно открыть, мы выделяем их в сцене и нажимаем Shift-H. Потом они появляются. Вот сейчас скрою и еще скрою. Через Ctrl-H, Shift-H горячие клавиши вам позволяют быстро работать. Так, поставим сюда шар. Сейчас в атрибутах есть материалы у всех объектов, которые мы скачали. Они могут быть по умолчанию. Здесь, например, у нас по умолчанию вот здесь вот есть цвет. Он пришел белый. Вы можете его менять. Вы можете потом, я по мере лекции также буду показывать, как менять здесь. Сейчас мне нужно добавить здесь прозрачности, чтобы я видела и шар, и партиклы внутри для работы. Это все находится в атрибут-эдиторе. Атрибут-эдиторе бывает, что у некоторых может быть закрыт или потеряется. Это вот эта иконка сверху, которая отвечает за атрибут-эдитор. Также мы будем использовать ChannelBox. Это, получается, транслейты положения всех объектов в сцене. Он тоже может быть закрыт. Можно его открывать самой крайней иконкой. Так как у нас все объекты, они гораздо больше, чем наш грид, я хочу их сейчас объединить в одну группу и целой группой уменьшить, чтобы у нас не был слишком большой объект, чтобы партиклы, чтобы много партиклов не создавать. Соответственно, это тоже немного оптимизирует работу. Я сейчас их сгруппирую через Ctrl-G, и всю группу можно соскейлить. Scale я запустила через вот этот tool, получается, это Scale, который позволяет уменьшать масштаб. И либо R на клавиатуре. Я тяну за центральную линию. Если тянуть отдельно за каждую ось, то у нас непропорционально уменьшается объект. Сейчас наша цель сделать это все пропорционально. Я уменьшаю до момента, когда мы, в принципе, видим грид. Грид означает, что здесь у меня где-то 20 см на 20 см. Соответственно, такие пропорции, с которыми можно удобно работать. Также этот объект можно чуть-чуть приподнять, используя Move Tool. Move Tool, иконка, которая отвечает за этот tool, находится здесь, либо можно нажать W на клавиатуре. Если вы, например, не знаете, за что отвечает какой tool, вы можете навести курсором и получить Tool-Tip с описанием этого тула. И горячие клавиши, вот здесь, например, есть горячая клавиша, которая отвечает за быстрый доступ к этой команде. Так, чтобы перейти в режим селекшена, мы можем нажать Q на клавиатуре. Таким образом, мы можем просто уже не перемещать объекты, а выделять. Так, мы подготовились примерно. Можно приступать к созданию эффекта. Внутренность я сейчас скрою через Ctrl-H. Создадим систему партикулов. Для этого мне нужно переключить верхнее меню в режим FX. То есть в зависимости от цели у Maya интерфейс переключается. То есть в процессе работы над FX у нас появляются дополнительные вкладки меню с тулами, относящимися к работе над FX. Когда мы работаем над моделингом, над моделями, мы, соответственно, тоже находимся в этом режиме. Так, заходим в Particle System и создаем эмиттер. То есть на первом практическом занятии мы тоже работали с эмиттерами и системой партиклов. Там мы набирали чашку с помощью партиклов. Здесь мы сейчас создадим систему эмиттера, которая будет симулировать снег. По умолчанию он у нас появился вот тут вот. Возвращаемся на первый кадр. Теперь можно нажать W на клавиатуре, чтобы поднять эмиттер наверх. Сейчас я включу Play, и по умолчанию у меня вот так вот симулируются партиклы. Всего у меня на таймлайне сейчас 240 кадров. Соответственно, это где-то 10 секунд ролика. И я думаю, пока это будет достаточно, при желании можно вот это количество увеличить. Например, поставить 500 кадров. Здесь ползунок тоже вот так вот раздвинуть. И теперь у нас симуляция будет дольше. Она будет длиться 500 кадров. Вообще, я лучше верну по умолчанию, пусть будет 240. Через Play можно смотреть, как идет симуляция. То есть симуляция – это, по сути, просчет поведения частиц с течением времени. То есть не используя шкалу времени, мы не сможем увидеть эффект, потому что ему нужно какое-то время, чтобы это все производилось. Поэтому мы, создавая эффекты, будем все время работать с таймлайном, с вот этими иконками, которые позволяют управлять, включать, выключать, возвращаться на первый кадр, возвращаться на последний. Также вы можете настроить этот таймлайн, чтобы проигрывался, например, каждый кадр. Можно вернуть в реал-тайм. Если 24 кадра в секунду, то Maya будет стараться проигрывать реалистичную анимацию, которая будет соответствовать 24 кадрам в секунду. Если мы поставим здесь вот в настройках Play Every Frame, то у нас будет проигрываться каждый кадр. Если у вас супербыстрый компьютер, у вас эта анимация может проиграться не за 10 секунд, а за секунды 2-3. Видите, гораздо быстрее. Но это не означает, что конечное ваше видео будет вот с такой скоростью. Оно будет со скоростью, с которой вы смонтируете. Но в основном мы используем всегда 24 кадра в секунду. Это означает, что за секунду система будет стараться проигрывать именно 24 кадра. И от этого будет зависеть скорость анимации. Можно настроить в Maya на 30 и на 60 кадров в секунду, но для симуляции лучше оставить по умолчанию стандартную систему 24 кадра в секунду. Поэтому мы и дальше, и видео будем собирать соответствующим фреймрейтом. Дальше мы посмотрели, как работает партикл. Изменяя что-то, вы должны возвращаться на начало анимации. Таким образом, у вас вьюпорт рефрешнится, и вот эти все изменения в новых версиях Maya, они кэшируются. То есть здесь внизу есть такая красная линия. При любых изменениях, чтобы увидеть потом результат, дождитесь, пока она догрузится до конца вашего таймлайна. Когда этот эффект будет проигрываться максимально правильно. Так, дальше для Snowglobe нам нужно поменять характеристики этого, получается, эмиттера, чтобы он эмитил партикулы в нашей сфере. Поэтому мы сейчас заходим в атрибут-эдитор. Например, через атрибут-эдитор мы можем настраивать все объекты, которые у нас есть. То есть мы будем по большей части работать с атрибут-эдитор, с Tool Settings и с Channel Box. В атрибут-эдиторе хранятся все вот эти свойства объектов, которые мы создаем. Например, у партиклов, у них есть эмиттер, из которого производятся партиклы. Партиклы сами — это вот эти наши частички, которые падают из эмиттера. Падают они, потому что у нас по умолчанию добавляется филд под названием Nucleus. В Nucleus, если мы посмотрим на его характеристики, есть гравитация. И все, что содержит в себе элементы VFX, то есть это партикулы, если мы добавляем какие-то потом rigid body, то на них начинает оказываться воздействие гравитации. То есть по сути по этому предмету называется VFX и 3D физика, потому что симуляция не может быть без элементов физики, то есть элементарной гравитации, которая у нас на Земле 9,8. Если вы хотите, чтобы оно, например, быстрее падало, то можно поставить гравитацию выше, и у нас все будет притягиваться к условному полу, то есть вниз. Вернем на 9,8 по умолчанию. Можно даже поменять направление гравитации. Если здесь по у поставить единицу, то партикулы могут полететь наверх. То есть у нас будет обратная гравитация. Но здесь можно оставить все по умолчанию. То есть Nucleus влияет полностью на всю сцену и поддается значениям физики. Можно поставить use plane, и здесь у нас появится plane, который будет создавать коллизию с объектами. То есть партикулы дальше пола не падают, они здесь копятся внизу. То есть если вы хотите, чтобы симуляция ограничивалась вот этим гридом, вы можете поставить настройка в ground plane. Если его убрать, то партикулы... Так, надо возвращаться всегда на первый кадр и refresh анимации делать. Вот. То они падают бесконечно вниз. Так, это касательно Nucleus finnda. Мы сейчас возвращаемся в эмиттер. И внутри эмиттера нам нужно поменять его свойства. Сейчас он выглядит как вот такой маленький шарик. У него есть определенное направление, в которое падают партикулы. Мы здесь можем поменять на volume. Таким образом, теперь партикулы будут эмититься из вот этого объема. То есть в зависимости от типа эмиттера можно играть с этими партикулами и добиваться нужных эффектов. Например, мы выбрали volume. Внизу, дальше в volume эмиттер атрибут мы можем поменять у него свойства с куба на сферу. Сфера нам сейчас в данном моменте подходит больше всего. То есть получается у нас снежный шар – это шар. Поэтому мы будем эмитить с шара. Если вы хотите, например, эмитить снег с какой-то поверхности сверху, вы можете здесь создать вот такой большой-большой плейн плоский. И из него уже будет падать как снег, например, уже на всю сцену. И поэтому можно вообще это все регулировать. Так, я сейчас, скорее всего, создам их заново, чтобы скейл был нормальный. Опять заходим в Particles, берем обычный эмиттер, поднимаем его наверх. Так, и здесь у нас, получается, будет volume. В volume. Так, в volume в настройках мы… А, вот, нашли. Меняем на сферу. И теперь нам нужно увеличить размер сферы, чтобы он находился у нас внутри шара, чтобы заполнить все пространство партиклами. Но я буду его заполнять таким образом, через W сдвинуться из центр, чтобы у меня не выходили… Края вот этого, получается, volume, не выходили за пределы шара, не пересекались. Иначе частицы будут проскакивать наружу из шарика. Нам нужно, чтобы это все находилось внутри, за пределами стекла. Поэтому я сейчас постараюсь его вот так вот чуть-чуть соскейлить, чтобы он заполнил вот этот объем, но не пересекал. Вообще я ориентируюсь в пространстве через Alt, левую кнопку мыши. Через правую кнопку мыши – это Zoom in, Zoom out. И средняя кнопка мыши – это перемещение по сцене. F – это фокусирует на выбранном объекте. То есть мы можем фокусироваться на отдельной стекле, отдельно на эмиттере. То есть как удобно. И я сейчас еще покажу один удобный момент, который вам поможет сейчас. Это переключение через пробел. Есть разные типы камер в сцене. Первая, которую мы увидели – это Perspective View. Она перспективная. То есть у нее есть определенный наподобие нашего глаза. То есть наш глаз видит не 2D мир, а 3D мир с точки зрения перспективы. Поэтому он называется Perspective. Но есть еще ортографичные камеры, которые видят как бы в 2D. То есть они прямые, без искажения угла Field of View. И вот эти ортографичные камеры позволяют нам более четко видеть размеры. То есть здесь видно, что у меня вот эти стенки пересекают. Поэтому в режиме вот этих вот Side View, Front View я могу прям выстроить положение так, чтобы оно нигде не пересекалось. То есть здесь мы видим шарик прозрачный. И мы видим выделенный эмиттер. То есть он зелененьким подсвечивается. Таким образом можно вот прям вот так вот их подогнать. Можно прям не идеально стык в стык, а приблизительно, чтобы оно было вот в этом пространстве. Через пробел я переношу мышку в камеру Perspective и возвращаюсь вот в этот вид. Возвращаемся на первый кадр и включаем симуляцию. Вот теперь у меня видно, что все партиклы, они генерируются вот в этой области шара. Теперь наша задача сделать так, чтобы они не проходили сквозь объекты. Для этого объектам шара и основания нам нужно добавить им физические свойства. Это можно сделать через Enclose и Passive Collider. Таким образом у этих объектов появляется атрибут твердости, то есть rigid body, rigid-тивности иногда называют. То есть получается таким образом появились свойства в атрибут-эдитере, такие как collision. Collision – это возможность сталкиваться с двум объектом в нашей системе 3D-физики внутри Maya. И добавляем эту rigid-тивность через Enclose в Passive Collider самому снежному шару. Все, теперь у нас партиклы дальше этого шарика не проигрываются. И вот здесь, смотрите, ползет вот эта вот красненькая кэш-полоска, которая должна дойти до конца. Тогда у нас будет проигрываться анимация корректная. Возвращаемся на первый кадр и теперь симулируем. Вот теперь у нас эти все частички внутри накапливаются на вот этом постаменте. Так, для наглядности я могу сейчас пока поменять цвет, чтобы был не белый, а какой-нибудь пока черный. Для контрастности, чтобы увидеть, как наполняются здесь партиклы. То есть вот тут мы видим, что из нашего эмиттера, у которого есть тип вольюм сферичный, генерятся частички и они накапливаются вот здесь снизу. Чем больше кадров, тем больше их там накопится, потому что сейчас по умолчанию каждая частица живет в вечность. Чтобы это поменять, мы заходим в атрибуты партиклов, чтобы, например, они не накапливались, а постепенно обновлялись. Нужно найти particle shape. У них есть атрибут life span. Life span отличает за их жизнь. То есть сейчас он стоит live forever, то есть партикл, который создался в эмиттере, живет в вечность, пока не закончится у нас вот здесь вот на таймлайне количество кадров. Можно поставить на constant, например, все партиклы будут жить ровно одну секунду. Таким образом, мы видим, что снизу уже партиклы не накапливаются. Они падают и исчезают. То есть ровно в секунду живет он, может даже не долететь до низа, если расстояние большое, и исчезает. Таким образом, здесь у нас не так много партиклов остается, они не накапливаются. Так, останавливаем. Можно поставить random range. То есть партикл может жить от одной секунды, например, до шести секунд. Таким образом, каждый партикл будет получать рандомное название. Здесь мы видим, что уже некоторые партиклы накопились. Сейчас красная линия дойдет до конца, и мы увидим всю симуляцию. Да, да, идет запись. Так, запись идет. Звук, по идее, тоже. Вот, сейчас не дассимулировалось. Лучше останавливать, тогда оно быстрее прокручивается. Так, вот теперь можно включить. И мы видим, вот эта анимация немного накапливается. Если вы хотите, чтобы у вас внутри сцены было больше партиклов, надо зайти в emitter. И вот это вот количество... Заходим в basic emitter attributes. Есть particles rate. То есть за каждую секунду этот эмиттер генерирует 100 партиклов. То есть одна секунда прошла, 100 партиклов появилось. Вторая секунда прошла, у нас уже 200 партиклов. Но при условии, что у нас, конечно, lifespan есть. Бесконечный. Тогда они будут оставаться. Если не бесконечный, то те партиклы за прошлую секунду уже исчезли. И у нас все время около 100 партиклов. Если стоит random, то у нас появляется еще разное количество партиклов в сцене за каждую секунду. Можно поставить здесь 1000 партиклов, и тогда у нас прям будет очень много снега внутри. Сейчас дождусь, пока вот эта красная линия продвинется до конца. И можно включать play. Давайте сегодня без перерыва, потому что мы вначале обсуждали вводную часть, и чтобы успеть побольше по эффекту, поэтому сегодня без перерыва. Так вот. Смотрите, у нас стало здесь больше снега, он вот прям так активно падает. Чтобы он сильно так активно не падал, можно ему добавить particle shape. Есть dynamic properties. Dynamic properties здесь отвечает за характеристики динамичные. Если добавить, например, damp, у нас у этой среды появятся такие препятствия, и партиклы будут их немного преодолевать. И они будут как бы находиться в взвешенном состоянии, не падая вниз. То есть с помощью вот этих атрибутов можно добиваться разного эффекта. Если, например, мы добавим чуть-чуть damp, не единицу, например, а поменьше, но тем не менее это не ноль, то эти партиклы, они тоже уже падают медленнее. У них появилось сопротивление под названием damp. Можно даже, если увеличить массу, они еще быстрее начнут падать. Можно уменьшить массу. Тогда, чтобы преодолеть гравитацию, они будут медленнее, как перышко, падать. То есть эти атрибуты, они отвечают именно за такое поведение партиклу. Смотрите, если вам интересно, какой атрибут за что отвечает, вы можете это погуглить, используя, например, Autodesk Knowledge. Или… сейчас, где здесь у нас сайт? Help, моя help. Раньше это был Knowledge, Autodesk. А, нет, не VX Export, а можно открыть… Здесь можно найти VFX или, например, Particles. Вот есть, например, Particles Cloud. Отпись, ваша gitама. ну даже здесь смотрите можете по интерфейсу пройтись navigation камера в принципе это тоже полезный ресурс но я помню было немного по-другому так да вот нашлись и здесь есть получается dynamic properties демп вот this specifies the amount the motion of the current and particles are damped this damping progressively diminishes the movement and acceleration of the particles by disappearing energy то есть это какое-то препятствие которое поглощает энергию в принципе демп подходит здесь вы можете получаться в help autodesk смотреть на каждое из атрибутов и получать за себя ответы так демп нам подошел тем что он чуть-чуть снизил скорость партиков теперь мы можем еще зайти в particles и подкорректировать life span пусть они живут чуть-чуть подольше от 3 до 6 секунд таким образом у нас снизу будет копиться больше снега еще что можно будет сделать это self collision для партиков чтобы снежинки они друг с другом тоже сталкивались так сейчас он просчитает красную полоску все возвращаемся на первый кадр и вот принципы life span можно тоже чуть-чуть увеличить пусть а 16 до 12 секунд живут нет каких-то стандартных настроек для каждого эффекта вы подбираете параметры свои то есть в зависимости от длительности анимации от того какой у вас большая шар то есть я показываю что за что отвечать те или иные атрибуты а само значение вы уже подбираете вот так же как я методом проб то есть самое главное чтобы у вас визуально получался красивый эффект то есть если это снег то он должен быть в соответствии вашей задумке ну я думаю в принципе такого количества снега мне будет достаточно еще один момент в том что у нас партику и когда падая вниз они не долетают прямо до самого низа это все касается collision attributes если мы сейчас включим collision sickness то у этих у каждого партикула радиус коллизии чуть больше чем сам партикул потому что у нас в принципе частицы они отображаются маленькими это можно легко поменять тем что можно уменьшить вот этот радиус коллизии через коллайв коллайд with scale и теперь у нас они падают чуть чуть ниже соответственно можно еще уменьшить радиус этого партикла в партикл сайс можно сделать его 0 0 1 так не 0 0 0 1 0 1 0 1 таким образом у нас частицы стали меньше и они падают вниз сейчас дождемся пока просчитается симуляция так симуляция просчиталась включаем он они у нас падают как снег оседают внизу и теперь вот этот зазор он почти минимальный если тогда же посмотреть сбоку визуально он уже смотрится лучше убираем collision sickness следующее что можно сделать так же как мы делали в практическое это поменять шейдинг можно поставить на сферы сферы у нас по умолчанию как раз таки беленькие и очень хорошо подходят для снега попробуем чуть-чуть уменьшить threshold хотя он ни на что не влияет больше всего влияет вот этот партикл сайс можно поставить 0 7 то есть тут тоже смотрите визуально в прошлом году были студенты у которых были прям такие крупные крупные снежинки это тоже визуально смотрелось красиво и сейчас я вам могу показать даже этот пример то есть вот так вот выглядит отрендеренные партиклы у всех они получались по-разному и даже вот разное освещение дает уже разные эффекты вот например здесь прям крупненькие их не так много вот здесь видно что скачет он просто совместил отрендерил например 10 секунд а потом просто друг с другом их ставил поэтому там некоторых моментах скачет так и здесь получается тоже зависит от вашей концепции можно уменьшать увеличивать размер партиклов можно контролировать их количество через эмиттер партиклов рейт но я наверно их поставлю не так много где-то на 800 так возвращаемся на первый кадр ждем пока проиграется после того как мы настроили вот эти вот партикулы наши я сейчас добавлю оленя чтобы настроить коллайдер еще с внутренними фигурками здесь у нас появились партикулы они падают вниз кстати если вы хотите чтобы сразу например симуляция начиналась не с появления партиков а чтобы они уже были мы можем поставить например вот они наимитились на 90 кадре можем выбрать партикулы и в solver есть такой момент как initial state для партиков мы можем создать начальное состояние вот который сейчас находится на текущем кадре set for selected и теперь смотрите с первого кадра у нас уже есть симуляция и дальше она просто продолжает имититься как сейчас дождемся пока красное дойдет до конца и можно включать так теперь включаем у нас в начале нет вот этого момента когда их очень мало когда не только начинает иметься у нас сразу же процессе анимации так сказать и дальше они двигаются создаются так и теперь сейчас я на секунду остановлю пока запись уже итак мы наимитили себе нужное количество снега теперь добавляем сюда внутри объекты чтобы у нас внутри тоже были коллайдеры но прежде чем добавлять на них rigid body я вам уже говорила что у них очень много полигонов то есть чтобы сократить вот это количество треугольников можно использовать в модах моделинги такой тул как называется reduce заходим во вкладку мышь находим здесь reduce он сокращает количество полигонов на 50 процентов то есть были треугольники с треугольниками лучше всего работает потому что не сильно ломается форма объекта бывает такое что например уже лоупольный объект если его еще среди усить у него он визуально может не так красиво теперь визуально у нас не сильно поменялся но он стал немного угловатый видно полигоны чтобы это сгладить можно зайти в mesh display нажать soft and edge таким образом вот эти вот edge они будут иметь сглаженные нормали вот делаем reduce потом делаем soft and edge то же самое можно сделать вот здесь snow ground вот snow ground у нас тоже сильно много полигонов поэтому мы сейчас с ним то же самое проделаем нажимаем reduce количество полигонов уменьшается и дальше мы делаем опять mesh display soft and edge они немного сглаживаются вот теперь их стало меньше и на них теперь можно назначить rigid body смотрите так как это два объекта мы не хотим например создавать очень много объекта то что внутри объединить чтобы он стал одним объектом то есть комбайнить комбайн находится также во вкладке mesh мы нажимаем так вот второй атрибут тем самым у нас из двух объектов появляется один объект это отличается от группы тем что у них логически становится одна шейп но вертексы между друг с другом не связаны но это уже детали дальше после того как мы сделали комбайн у нас появились здесь пустые группы трансформу вообще желательно это все чистить удалением истории потому что могут возникнуть в процессе симуляции тоже какие-то косяки нажимаем edit delete type by history таким образом эти все пустые группы исчезают и вот здесь исчезает импуты которые производились с этим объектом можно нажать также вот сюда это тоже иконка относящийся к удалению истории так теперь средней кнопкой мыши я возвращаю этот объект в группу тем самым у нас чем отличается комбайн от группы тем что в группе мы можем отдельно выделять каждый объект а уже в компании нам объекте мы можем работать уже с этим объектом цельным то есть заходя в его атрибуты уже мы обращаемся к целому объекту то есть можно выделять как верхнюю часть объекта так и нижнюю часть вот этим отличается группа от комбайна и уже за комбайненный объект я сейчас ему опять вернусь во вкладку fx добавлю пассив коллайдер таким образом у меня появилась еще третий rigid body но не четвертый принципе сейчас дождемся пока симуляция до грузится и посмотрим что у нас получилось следующим этапом я добавлю некоторые филды которые позволят вам создать там эффекты ветра внутри или турбулентности чтобы снег не только падал но и например как-то стряхивался также могу закинуть запись с прошлых лет не знаю почему вначале микрофон хорошо работал потом уже плохо также поделюсь получается запись с прошлого года и как вернусь я залью текущую запись там то же самое было но немного по-другому рассказывалось там было больше про филды разные в принципе можете тоже посмотреть сегодня так как времени мало осталось филдов сюда много добавлять не буду в принципе у нас уже получился неплохой эффект снежного шара композиционный тоже прикольный теперь выделяем партиклы добавим им филд филд находится field and solvers и здесь у нас и можно использовать турбулентность можно добавить более максис филд так давайте попробуем с турбулентности добавив турбулентность теперь у нас партиклы будут немного двигаться хаотичнее чем они статично падали то есть они будут уже как-то за вихрениями двигаться двигаться теперь смотрим что у нас получилось может быть не сильно видно но они теперь немного вот так вот перемещаются в сцене то есть уже это такое неровное распределение с такими эффектами но и за этот турбулентность field можно настраивать также через атрибут editor у нас есть магнитуда чем она выше тем сильнее проявляется этот эффект например было пять стало десять теперь мы видим вообще не видим еще пока она не проигралась давайте то есть в принципе работа с эффектами это всегда вот такое например поменяли какое-то значение смотрите результат поменяли смотрите результат после того как вы уже настроили этот эффект можно приступать к освещению и к рендеру то есть настроить текстуры но в любом случае для сначала мы расставляем объекты с которыми мы будем делать эффект потом настраиваем эффект потом настраиваем уже красивую картинку если мы сегодня все не успеем сделать то красивую картинку и рендер будем проходить на следующем уроке и так как многие только добавились в принципе дедлайн для snow globe будет скорее всего не третья неделя чуть чуть попозже видно что они так медленнее стали падать и чуть-чуть есть хаос в принципе нормально можно еще добавить это инвеншн и можно изменить frequency или даже санимировать то есть frequency он такой частоты добавляет так дождемся пока просчитается кстати в предыдущих версиях майя не было вот такого дополнительного просчета это в новых версиях майя появилась в целом удобно таким образом мы в принципе видим почти реалистичную анимацию внутри а до этого мы ставили всегда play в рефрейм чтобы ни один кадр не терялся с симуляцией и она отображалась корректно то есть не пропадала в процессе так ну в целом в принципе прикольно оставим турбуленс сейчас добавлю еще один филд выделив партиклы добавляем филд можно добавить волю максис филд волю максис филд вот он тоже как и эмиттер с волюмом имеет шейп у него те же почти похожие атрибуты и можно поменять через волюм контроль атрибутс на сферу у этой сферы можно добавить свойства чтобы они закручивались внутри для этого находим сейчас волюм спид атрибутс сейчас у нас стоит away from центр поэтому вот здесь вот стрелочки то есть можем сейчас даже проиграть этот эффект на партиклах можно его даже сделать чуть больше и посмотреть как это все повлияет на партиклы сейчас они должны отлетать от центра потому что стоит away from центр единица но если я хочу добавить завихрение вокруг то нужно будет поменять на along axis так ну все в целом можно посмотреть вот они теперь начали чуть чуть разлетаться от центра и коллайдится со снежным шаром чем сильнее здесь стоит значение например 10 тем быстрее они будут отлетать от центра вот например сильнее стали отлетать мы сейчас поставим здесь на 0 и поставим лучше along axis например и здесь смотрите есть направление оси вокруг которой они будут вращаться давайте поставим сразу 20 чтобы увидеть эффекты и подождем пока он просчитается так и сейчас чуть чуть просчиталась давайте проиграем вот значит они крутятся в long axis а сейчас long axis это вдоль оси то есть можно вдоль каких-то осей например управлять этими партиклами long axis нам не подходит возьмем around axis я хочу чтобы они крутились вокруг и вот здесь вот есть такая стрелочка которая позволяет показывать направление сейчас я его подниму чтобы видно было вот значит они будут так крутиться если я поставлю минус 20 они будут крутиться в другую сторону здесь можно даже сделать экспрессион какой-нибудь например time умножить на 2 таким образом он будет time это он берет кадр будет ускоряться в процессе сначала медленно а потом быстро загружаться в зависимости от кадра раз до считается можно поставить просто значение стационарные можно еще управлять directional speed то есть в принципе можете поиграть с разными атрибутами посмотреть как они влияют и оставить тот который вам понравится то есть для минимально для работы нужно чтобы у вас снежный шар внутри объект сами вот эти вот снежинки они могут просто падать вы можете еще также добавить один из вот этих филдов которые мы сейчас прошли чтобы они как-то интересно двигались получается это минимальное задание также нужно здесь настроить текстуры поставить свет еще отрендерить но если например по каким-то причинам у вас не удалось отрендерить за рендер мы снимаем два балла получается вот смотрите они постепенно начинают быстрее 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 закручиваться вот я поставила сюда expression то есть в любой из атрибутов можно написать равно time он берет текущее значение кадра и умножить на 2 то есть можно даже не умножать а просто написать time и он будет брать значение из таймлайна ну я думаю такой эффект получился интересный и я на этом остановлюсь в другой лекции которую я скидывала там в принципе можно сделать эффект чтобы партикулы поднимались наверх и потом падали вниз то есть это все делается за счет этих филдов и анимации то есть на них можно добавлять анимацию так дальше что я сделала я сейчас назначу сюда текстуры чтобы у меня олень был не белый а с использованием текстур которые у нас пришли вместе с файлом то есть скачаем заходим в папку textures здесь очень часто бывает такое что много разных файлов нам для красоты нужно сейчас использовать получается снежинки нам не нужны можем удалить этот файл дальше есть вот это альбедо это материал который и на граунд и на оленя назначается альбедо означает что это цвет основной материал дальше у нас есть glossiness это подсвечивание можно его использовать так же как roughness материал то есть вот это такой черно-белый он ставится шейдер я сейчас тоже буду показывать в качестве карты где он должен отражать а где не отражать normal map это у нас получается карта нормали в принципе если объект не такой шероховатый то можно не добавлять этот normal map но если например у него есть какие-то материалы например дерево чтобы он смотрелся как реальное дерево используется вот этот normal map для того чтобы передать вот эту шероховатость объекта а дальше есть для snow globe glass roughness glass roughness это означает что будьте здоровы сейчас я вернусь в final render что при бликах у него не такое равномерное то есть есть видны какие-то потертости вот этот roughness через него можно создавать такие потертости ну и snow globe wood roughness он тоже позволяет сделать более реалистичный материал так сейчас мы получается на оленя найдем какой у него материал здесь стоит в атрибут editor через стрелочки можно перемещаться по вот этим атрибутам если есть материал то мы увидим здесь типа либо фон гламберт то есть в принципе если вы видите вот этот сэмпл с кружочком это означает что здесь у нас есть какой-то материал вообще так как мы используем arnold render мы можем использовать не стандартные материалы а арнольдовские материалы и вот качество рендера оно как раз таки взвесит еще от шейдеров которые используются то есть шейдер это по сути набор параметров и свойств объекта как он должен отображаться при рендере то есть бывают такие шейдеры которые имитируют стекло бывают такие которые имитируют глянцевую поверхность которые матовые и вот это все вот эти свойства они настраиваются через шейдеры и вот этот шейдер тип он меняется как здесь так и через rendering editor hyper shader hyper shader он как аутлайнер хранит все материалы которые у вас есть сцене вот здесь мы видим те же самые материалы которые у нас пришли с объектом есть также еще которые по умолчанию для партиклов вот их удалять нельзя lambert 1 это стандартный материал для которой назначается всем объектам которые создается в сцене по умолчанию то есть изменять мы будем только вот эти 4 материала вот и в snow globe мы тоже можем поменять его также мы можем создать новый материал и назначить его на объект и так и так подходит дальше смотрите здесь получается я найду сейчас в принципе здесь можно использовать стандартный материал lambert для стекла лучше использовать арнольдовский материал чтобы он рендерился красиво для оленя оставляем стандартный lambert потому что олень матовый так как это статуя теперь я нажала вот сюда на чекер и здесь можно выбрать файл и вместо цвета у нас будет текстура ищу путь для моей папки так где здесь new folder и мы находим получается dear group albedo png и теперь у нас сейчас прогрузится сюда материал давай текстура вот текстура загрузилась но здесь мы не видим результат во вьюпорте потому что не включено отображение текстур можно включить его через вот эту вот иконку либо 6 на клавиатуре нажав 6 на клавиатуре у нас сейчас прогрузится без текстуры это я закрою чтобы работало быстрее так подождем сейчас он загрузит а еще не забывайте сохраняться обязательно потому что вот так вот если вы начинаете потом работать работать в какой-то момент может не хватить мощности компьютера может что-то зависнуть и чтобы не потерять прогресс прямо все время сохраняйтесь вроде сохранилось так что с текстурами а с текстурами появились внизу на ground значит я оленя еще не настроила получается на оленя я сейчас тоже назначу файл той же самой текстуры бывает иногда на двух объектах одна и та же текстура это нормально так сейчас ждем пока прогрузится до конца Так, вот текстура загрузилась. Смотрите, у нас, так как это сканированная модель, мы видим прям очень реалистичную текстуру. Она наложилась на объект. Если вы скачиваете готовые объекты, обычно у них уже расставлены UV, развертка, и текстура ложится нормально. Только надо понять, за что какая текстура отвечает. В принципе, они обычно подписаны такими же названиями. Так, и в итоге мы настроили текстуры, настроили партикл-систему. Он прикольно завихряется. Ну, эффектом, в принципе, я довольна. Теперь мы можем переходить к визуальной части этой лабораторной работы. Так, внутренне мы настроили. Теперь, чтобы стекло отображалось классно при рендере, нам нужно назначить сюда новый материал. Мы будем использовать правую кнопку мыши Assign New Material. И здесь во вкладке Arnold я возьму AI Standard Surface. Standard Surface позволяет мне делать вообще всевозможные виды материалов по свойствам. От стекла заканчивая каким-то очень интересным реалистичным материалом паркета и еще чего-нибудь. То есть здесь есть все вкладки, куда можно вставлять текстуры. Roughness, Normal Map, здесь у нас Geometry. В Geometry мы ставим Bump Map и сюда можно ставить Normal Map. Тогда он будет шероховатый. Для стекла я буду использовать пресет. То есть можно кликнуть сюда и посмотреть вообще, какие виды материалов есть. Можно сделать Carp Paint, Chrome, Glyna, Deep Water и так далее. То есть мы очень часто будем использовать именно Arnold материал, потому что он смотрится очень красиво на рендере. И плюс у него есть большое количество пресетов, которые закидывают эти настройки по умолчанию прямо в этот материал. Мы сейчас возьмем Glass и сделаем, получается, Replace. Таким образом у меня создалось здесь реалистичное стекло, которое при рендере будет обладать свойствами стекла. Как мы смотрели на работах. То есть чтобы он вот так вот бликовал, чтобы внутри искажались немного объекты. Это все позволяет создавать именно Arnoldовский материал. То есть здесь есть преломление и так далее. Преломление, кстати, это у нас как раз таки IOR. И в зависимости от свойства, в принципе, здесь можно использовать реальные физические величины индекса преломления и менять вот эту характеристику этого стекла. Ну, может быть, не преломлять, а может преломлять. То есть искажать объекты внутри. Индекс преломления. Так, теперь для того, чтобы вообще нам что-то увидеть потом на рендере, вот эти свойства, нам нужно создать освещение. Освещение я также буду использовать Arnoldовское. Еще хочу сказать, если у кого-то оно не открылось, посмотрите в плагин менеджере. Если вы не видите Arnoldовских материалов, проверьте, чтобы у вас обязательно была галочка на плагине M2A, то есть Maya to Arnold. То есть вот здесь должно быть loaded, auto loaded. Если, например, вы не скачивали при установке Maya, убрали галочку с Arnold, вам надо будет опять зайти на сайт, где-то поискать его, установить плагин. То есть в принципе можно загуглить, как это делается. И тут тоже появится тогда у вас плагин, и его можно подключить. Но при установке Maya желательно скачивайте сразу Arnold и BeFrost, то есть по умолчанию все галочки там оставляйте. Так, вернемся к свету. То есть если мы рендерим через Arnold, мы будем использовать арнольдовский свет, встроенный. Таким образом он будет более красиво просчитывать изображение. И теперь я добавила просто SkyDomeLight, который позволяет генерировать освещение от атмосферы. В дальнейшем мы будем вместо SkyDomeLight, вместо Color использовать HDRi текстуры, которые будут давать нам прям реалистичный фон, который будет давать еще свет, как от нашей атмосферы. Коротко скажу про свет. Свет в Maya бывает как Indirect и Direct. Вот этот SkyDomeLight вносится к Indirect Illumination. Direct Illumination – это там, где у нас есть источник и направление. То есть это лампочки, это у нас Arial Light, это Directional Light, Photographic Light. Это все, что позволяет нам имитировать источник освещения. А Indirect – это то, что мы получаем от атмосферы. То есть для качественного рендера нужно иногда использовать и тот, и тот источник освещения. Например, самые простые сцены, которые вы видели, там использовался только Arial SkyDomeLight. Будьте здоровы! А более вот такие сложные композиции, тут уже использовались также не SkyDomeLight, а еще дополнительно Arial Light с определенным цветом, который позволяет создавать такие визуальные эффекты. Вот здесь тоже было использовано несколько источников освещения, которые позволяют имитировать вот эту студию, в которой мы это все рендерим. Про свет еще буду говорить на следующей лекции, скорее всего. Но сейчас вскользь посмотрим, что у нас получилось при ViewRender. То есть рендер – это получается то, что сейчас мы видим во ViewPort, оно у нас отображается вот так схематично, вместе с филдами. То есть красоты здесь мало, и мы не видим здесь свойств материалов. Чтобы это увидеть, нам нужно отрендерить. Для Арнольда можно использовать Arnold Render View. Это отдельное окно, с помощью которого можно прям настраивать и сразу видеть результат рендера, если включить Play. Но это немного тратит ресурсы и подвисает. Но зато можно сразу получать результат. Так, сейчас дождемся. Рендеринг занимает определенное количество времени, поэтому его оставляйте всегда на конец. Когда у вас уже полностью настроена сцена, настроен эффект, объекты, тогда можно уже рендерить. И перед ним обязательно сохраняйтесь, потому что на рендере тоже может вылетать. Вот здесь можно видеть прогресс, что сейчас пока он просто препросчитывает, потом будет здесь прогресс. Сейчас уже у нас, вот здесь вот 37 секунд. И разрешение у нас 960 на 540. Его можно настраивать через настройки рендера. Кстати, здесь, чтобы рендерить через Arnold, в настройках обязательно нужно указать Use Arnold Render. Вот, смотрите, вот этот белый фон, это и есть наш SkyDome Light. Сейчас я покажу, как можно легко создать такой красивый фон для вашей модели. Но так как мы используем, здесь еще скажу, Arnold Glass, то, смотрите, здесь по углам мы видим искажение партикул. То есть это вот этот IOR, отвечающий за вот эти атрибуты. Так, но тем не менее, мы уже видим, уже отрендлилась за минуту. Мы видим наши партикулы, мы видим нашу эту систему. Ну, IOR я, наверное, чуть-чуть исправлю, потому что лень кажется немного таким прям большим. Заходим в материал, а есть Standard Surface, который мы создали. Здесь можно посмотреть... Ну, пусть будет какое-то меньшее значение. Сейчас включаем Play. Вот, уже искажения меньше. Так, окей, останавливаем. Можно скрыть пока это окно. Теперь добавим сюда фон, чтобы у нас не только белый свет был, но и, например, какая-то подложка. Если вы были в фотостудиях, например, часто вот так вот спускается фотофон, и он немного вот так вот изгибается и доходит до пола. Это чтобы у нас не было вот этого стыка и угла. В Maya это тоже можно сделать. Можно использовать Plane для этих целей и его изогнуть через деформер. Сейчас я покажу, как это делается. Так, информации много, но, в принципе, запись идет. Вы можете потом останавливать, перепроигрывать какие-то части и повторять. Так, увеличиваем этот Plane. В настройках моделинга я использую Deformer, Non-Liner Deformer, Band. Band позволяет нам свернуть этот объект. И вот здесь вот в Channel Box мы используем Crevation. Так, вот эту палочку Band мне нужно положить на плоскость Plane. Я сейчас поверну его вот так на 90 градусов по оси Z получается. И еще раз проверю Curvation. Вот, теперь он у меня сворачивается, как фольга, как сверток. Так, смотрите, получается, с одной стороны мы свернем, с другой стороны сворачивать не будем. За это отвечают Low Band и High Band. И можно понять, какую сторону вы хотите свернуть, а какую оставить. Тут уже смотрим на сам вот этот файл. Если что, можно потом это все повернуть. Так, сдвинем вот так, чтобы побольше фона было. Как только вы поняли, что, в принципе, эта форма вам нравится, можно сделать так, можно удалить историю. И теперь Band никак не влияет, и вы можете перемещать этот объект. До этого Band влияет, и перемещать будет сложно. Теперь можно, в принципе, выстроить фон под вот этот вот наш шар. Надо определиться, с какого ракурса мы будем это все рендерить. То есть, в принципе, подбираем ракурс камеры, и под него уже выстраиваем композицию кадра. Как можно сохранить этот ракурс камеры? Мы заходим во вкладку Bookmarks, View, Bookmarks, и здесь делаем New Bookmark. Таким образом, у нас, перемещая вот эту камеру, в которой мы работаем, мы можем всегда вернуться в закладку. Вот, и с этого ракурса уже рендерить. Вернемся на первый кадр. В целом, ракурс меня устраивает. Будет рендериться примерно вот, как мы видим в Arnold Render View. То есть, здесь можно посмотреть. Так как мы добавили фон, смотрите, у нас появились здесь мягкие тени. Мягкие тени автоматически подключаются, потому что мы используем освещение от Arnold Render. То есть, вот этот SkyDome Light, он генерит мягкий свет с оклюженным здесь и дает такие равномерные блики на объекты. На этот фон, при желании, вы можете назначить материал, assign new material. Для фона желательно тоже использовать арнольдовский материал. Либо ламбертовский, матовый. Тут, в принципе, арнольдовский материал пендерится Дольфе, чем ламберт, потому что у ламберта меньше свойств. Так, можно для фона ставить ламберт и сделать какого-нибудь, например, его бежевеньким. То есть, можно использовать не только текстуры, но и, например, цвет. Можно даже таким, каким-нибудь фиолетовеньким. Тут на помощь приходит то, что мы сохранили на Пинтересте. Вы можете посмотреть, какие бывают цвета, которые можно поставить на фон, которые будут выглядеть как-то выигрышно. Ну, например, можно какой-то лиловый подобрать. Так, попробуем. Так, чтобы освещение было ярче, нужно еще настраивать SkyDome Light. Можно поставить exposure на единицу, либо на двойку. Это как экспозиция. Это есть интенсивность, а exposure увеличивает эту интенсивность многократно. Если кто-то работал в фотошопе, exposure позволяет сделать картинку ярче, либо темнее. Вот, с exposure у нас получилось чуть-чуть сочнее. То есть, смотрите, дальше уже идет процесс настройки рендера, и он уже тоже идет в визуальной. Меняете какой-то параметр, смотрите на результат, меняете параметр, смотрите на результат. Только здесь нужно чуть-чуть ждать. Поэтому, когда вы настраиваете рендер и освещение, нужно выставлять маленькое разрешение кадра. Это у нас в настройках, в настройках рендер settings. Здесь есть выбор HD 540 и HD 720. Например, чтобы быстро отрендерить уже в HD формате, вы для видео потом поставите HD 720. Не рекомендую ставить 1080, потому что будет очень долго рендериться. В целом, можно обойтись минимальным, но если вы хотите более качественное видео, соответственно, тогда уже рендерите 1080. Но для уроков подойдет и 720. Для теста рендера мы ставим HD 540, тогда он быстрее прорендеривает картинку. Как только мы довольны результатом, мы можем посмотреть одну картинку уже в более качественном формате. Здесь нужно дождаться, пока он до конца не просчитает. Так, в том, как потом поставить секвенцию, я покажу уже на следующем уроке, потому что сегодня мы уже не успеваем. Но мы сегодня многое успели. Мы поработали с моделью, мы настроили сам эффект, мы подтянули текстуры, посмотрели, как работают шейдеры, поставили простое освещение, фон и отрендерили один кадр. То есть вот такое примерно видео у нас получится. На следующем уроке покажу, как еще выставлять разные студийные освещения, и мы уже отрендерим секвенцию картинок, то есть видео сделаем. Так, на сегодня получается у нас все. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok